Библейский портал экзегет.ру представляет Вавилоний не считал новым, его считали восстановленным старым. Почему? Потому что некогда в Вавилоне не взяли Иерусалим и разрушили храм, об этом долго говорить не нужно. И вот, когда Вавилонская держава пала под ударами персов и медян, соответственно, новый правитель, царь Кир персидский, он повелел, чтобы израильтяне возвращались к себе, восстанавливали разрушенное. Зачем это нужно ему? Ну, для того, чтобы его держава была прочнее, для того, чтобы его не проклинали, а благословляли израильтяне. В конце концов, кто знает, думал, наверное, он, возможно, их бог это действительно некий могучий бог, с которым лучше не ссориться, лучше в хороших отношениях состоять. И как раз предыдущие главы описывали, как израильтяне отправились в путь, пришли и поселились, в конце второй главы, говорится, поселились в своих родных городах, на своих обычных территориях. Итак, третья глава. Когда настал седьмой месяц, тут, к сожалению, не отмечен год, но можно догадываться, что, собственно, они в первый же год правления Кира, но в любом случае это конец шестого века до нашей эры. Сыны Израилева уже жили все по своим городам. Народ собрался, как один человек в Иерусалиме, и поднялся Ешоу, сын Ихо Цадака, вместе с собратьями-священниками и Зарубавелем, сыном Шелтиэля. Вот эти два человека сыграют очень важную роль. Ешоу, собственно, имя, которое мы сегодня привычно видим, как Иисус, но если переводить Иисус, то мы сразу думаем про Иисуса Христа, а это обычное иудейское имя того времени. И Зарубавель как политический лидер. Один священник, второй, ну, нельзя сказать, глава народа, потому что они все находятся еще в Персидской империи и связаны с ней, у них нет никакой независимости, но наместник или их вождь, или тот, кто, собственно говоря, управляет этим народом в данный момент, политическая и духовная власть здесь разделены. Они поставили жертвенник Господу Богу Израилеву, чтобы приносить на нем всесожжение, как записано в законе Моисея человека Божьего. То есть, прежде чем строятся стены храма, возобновляется богослужение, возобновляется то, ради чего, собственно, храм и стоит. Жертвенник они поставили на прежнем основании, то есть, все разрушено до камней, но где какие камни остались, это еще более-менее видно. И хотя опасались жители окрестных земель, стали приносить на нем всесожжение Господу, и утренние, и вечерние всесожжения. То есть, жизнь идет своим чередом, как обычно, еще храма нет, но жертвенник – это небольшое сооружение, его построить недолго. А вот почему они опасались окрестных народов? А ведь туда переселили кого-то еще. Переселили туда жителей каких-то внутренних областей в Вавилонии, и они совсем не рады, что возвращаются прежние хозяева этой местности. Они, как и написано в законе, отметили праздник шалашей, ну или кущий, суккот, тот, который отмечается во времена вот такого сбора урожая. Израильтяне живут в шалашах, в кущах, не в обычных домах, в память о странствовании по пустыне, принося жертвы изо дня в день, сколько в тот день полагалось. И после того они постоянно приносили всесожжение в Новолуние и в назначенные Господом священные дни. И кто еще желал, приносил Господу жертвы от себя. Вот общий принцип. То есть, есть общенародные жертвы, которые приносятся по определенному распорядку, ну, а есть такие, которые просто вот по желанию. Так всесожжения Господа начали приноситься с первого дня седьмого месяца, но основания храма еще не были заложены. Тогда же стали выдавать серебро каменотесом и плотником, а также поставлять пищу, питье и оливковое масло жителям Сидона и Тира в обмен на кедровые стволы с Ливана, которые они поставляли в Яфу по приказу персидского царя Кира. Вот очень подробно расписывается, собственно говоря, хозяйственная часть этой постройки. Плата работникам и платежи за границу, потому что Сидон и Тир, финикийские города, они славились, во-первых, своими строителями, своими мастеровыми, еще в Соломону помогали финикийцев все это построить. А во-вторых, у них там рядом Ливанские горы, на которых растут кедры. И обратим внимание, что царь Кир не просто разрешил, но он помогает этому строительству, по крайней мере, дает зеленый свет. И окрестным народам велит поставлять кедровые стволы. Не бесплатно, конечно, но все-таки могли бы и не делать этого. А во второй месяц второго года, после их возвращения к месту, где стоял храм Господний в Иерусалиме, положило начало строительству храма Господний. Яшо, сын Ихо Цадака, и Зарубавель, сын Шалтиэля, вместе с остальными собратьями, священниками, левитами и всеми, кто возвратился в Иерусалим. Левиты от 20 лет и старше были назначены руководить работами. А Яшо, сыновьями и родичами, и Кадмиел, сыновьями из племени Иуды, стали совместно надзирать над ходом работ в храме Божьем. А еще левиты, потомки Хинадада, сыновьями и родичами. Вот, опять-таки, имена всех, кто участвовал не только в закладке, но и кто был прорабами, инженерами, как бы мы сегодня сказали. Вот эти имена есть. То есть здесь не безлично все. Здесь история, которую потом перечитывают потомки этих людей и вспоминают о том, какому славному роду они принадлежат, как это действительно их храм. Мы вот, к сожалению, очень часто не знаем, кто что-то построил, чем занимались наши предки. И мне кажется, в этом одна из очень больших проблем нашего общества. У нас нет этого ощущения принадлежности. принадлежности, я не знаю, церкви, которая стоит, или делу, которым кто-то занимался до нас, и мы его продолжаем. В конце концов, городу, в котором мы живем. Слишком все перемешано в XX веке. Но вот здесь фундамент не только камня, на которых впоследствии воздвигнут этот храм, а вот это ощущение, мы такой-то род, настолько-то пришло из Вавилонии в Иерусалим, пусть это было 500 лет назад, и мы восстановили этот храм. Он наш. Это не что-то такое, куда мы иногда заходим для удовлетворения религиозных потребностей. Это то, чем мы живем. Причем живем уже которое поколение подряд. Когда строители положили основание храма Господня, поставлены были там священники в одеяниях с трубами, поскольку богослужение было и с явным каким-то музыкальным сопровождением, к сожалению, не знаем каким, но вот в трубы трубили. И левиты, потомки Асафа с кимвалами, тоже музыкальный инструмент, чтобы восславить Господа, как повелел Давид в царе Израиля. И они запели, хваляя благодаря Господу. Вот их храмовое богослужение, это музыкальное и певческое. Запели, хваляя благодаря Господа, ибо он благ, вечная любовь его неизменная к Израилю. Собственно, один из постоянных мотивов в псалмах, и он повторяет эту фразу, его любовь, верность, милость к Израилю вечна. И весь народ громко кричал, ликую пред Господом, что заложено основание храма Господня. А многие священники, левиты и главы отеческих родов, те старцы, кто видел на этом месте прежний храм, громко плакали при основании нового храма. Прошло 70 лет, они были еще маленькими детьми, наверное, но кто-то из них, может быть, успел стать юношей, тогда он сейчас уже совершенно старик. И они видят, как все возрождается. Вот 70 лет, я понимаю, что в отечественной истории это знаковая такая цифра, очень многие тоже сравнивали. Но отдельно отмечает наш автор, что были те, кто застали и разрушение, и восстановление. Пусть маленькими видели разрушенные, пусть, может быть, недолго прожили после того, как началось восстановление, но они видели, что эта преемственность все-таки осуществилась. Это не фантазия о том, что когда-то там было, а мы теперь построим новое такое же. Это действительно память, память народа. Многие при этом кричали от радости твой весь голос. И не мог народ отличить крик радости и рикования от плача в том же народе. Так громко кричал народ, что слышно было издалека. А почему плач? Ну, плач от радости? А может быть, еще плач от того, что эти 70 лет изгнания, плена, разрушения все-таки состоялись, что 70 лет были, я не скажу, потеряны, но они понадобились. Понадобилось 70 лет этого наказания, понадобилось 70 лет отрезвления от язычества, понадобилось 70 лет разлуки с родной землей, чтобы стать другими. И вот народ, кажется, стал другим. Кажется, что когда в обетованную землю Иисус Новин вводил израильтян, то там были всякие люди, кому просто, ну, все идут, и я иду, и там, ну, что такого особенного? Ну, будем жить здесь. А вот возвращаются уже те, кто действительно хочет вернуться. Это уже некий осознанный божий народ, который понимает, зачем он здесь, понимает, что ему нужно, и который будет строить свою жизнь так, чтобы этого нового плена уже не случилось. Получилось ли у них, ну, это второй вопрос, ну, у многих поколений получилось. Субтитры создавал DimaTorzok